922 день войны. Стали известны детали вчерашней масштабной атаки беспилотников по России. Украина смогла добить до московского НПЗ двух ГРЭС, нескольких мест расположения российских военных, а также двух цементных заводов. Россия же продолжает атаки на нескольких направлениях, включая Углидарская, главный удар Покровская. Но темпы продвижения явно замедлились полноценно, войти в Селидово у российских войск не получается. Удастся ли остановить российское продвижение сейчас и есть ли у ВСРФ шанс дойти до Покровска, а то и захватить его? Об этом подробно сегодня поговорим. Курская область продолжает преподносить сюрпризы. Самые разные сообщения оттуда появляются. Зет-каналы жалуются, что местные жители отказываются размещать российских солдат в домах, а в некоторых магазинах им даже не продают продукты. Украинские силы имеют продвижение вперед и выравнивают линии между захваченными населенными пунктами, пишет Дипстейт. Но минувшей ночью случилась паника из-за информации о прорыве украинской ДРГ на трассу Курск-Львов. Но минувшей ночью случилась паника из-за информации о прорыве украинской ДРГ на трассу Курск-Львов. Была ли ДРГ? Неизвестно. Но Зет-каналы пишут, что российские солдаты были так напуганы, что стреляли во все, что движется, включая, видимо, мирных жителей. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать ее на Ютубе. Также подписывайтесь на телеграм-канал Накипело, ссылка в описании. Там я выкладываю, как это, телеграм-версии видео, которые ничем не отличаются, кроме того, что они в телеграме. Там же закреплен возможность купить nvpn предрелизную версию, ну то есть пока нам страйп не починят. И еще можно поддержать канал на патреоне, ссылка в описании. Итак, результаты ударов. Украинские силы провели самую масштабную серию ударов беспилотников по целям на территории России в ночь 31 августа на 1 сентября. Пресс-служба Тверской области заявила, что украинский беспилотник стал причиной пожара в Конаковском районе, а российские источники расширили кадры удара беспилотника по Конаковской ГРЭС, последующего крупного пожара на заводе и ущерба на заводе. Медиа Астра сообщила, что также произошел пожар в Конаковской газораспределительной сети вдоль магистрального газопровода КГМО «Конакова» после ударов украинских беспилотников в Тверской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы сбили два украинских беспилотника возле московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, обломки беспилотника повредили техническое помещение на объекте и вызвали пожар. Российские источники опубликовали кадры удара украинского беспилотника по московскому нефтеперерабатывающему заводу и небольшого пожара в этом районе, хотя некоторые охарактеризовали пожар как обычный газовый факел на объекте, но кадры показывают, что это неправда. Глава Каширского района Михаил Шувалов заявил, что украинские силы атаковали Каширскую ГРЭС в Каширском районе Московской области тремя беспилотниками, а российские источники показали кадры активации российской ПВО и взрывы вблизи завода. Министерство обороны России заявило, что всего российское ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников над 16 областями. 46 беспилотников над Курской областью, 34 над Брянской, 28 над Воронежской, 14 над Белгородской, 9 над Московской, 8 над Рязанской, 5 над Калужской, 4 над Липецкой, 3 над Тульской и по 2 над Тамбовской и Смоленской областями по одному беспилотнику над Орловской, Тверской и Ивановских областях. Насколько это правда, хрен его знает, ну то есть у нас нет ни одного способа верификации, насколько Россия правду говорит о количестве сбитых беспилотников, просто либо верить им на слово, либо нет. Я не особо, но тем не менее, как динамика масштаба, почему бы и нет. Для чего может быть это число завышено? Для того, чтобы показать, смотрите, как много мы сбили. Для чего оно может быть правдивым? Да хрен его знает, для чего. Может быть, просто передает, как они вообще считают, как они... Ну, в общем, вопросов больше, чем ответов. И я бы здесь на эти числа смотрел бы с подозрением и фиксировал бы просто прогресс по динамике, который мы видим. То есть смотрел не на абсолютные цифры, а на динамику, которую демонстрирует Министерство обороны. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что украинский беспилотник повредил вышку сотовой связи в Тарусском районе Калужской области. Издание «Важная история» отметило, что данные, доступные из NASA Firms, то есть спутников, которые отмечают по тепловой аномалии, показывают их на Новолипецком металлургическом комбинате НЛМК в Липецкой области, военном объекте для подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Тульской области, двух цементных заводов в Воскресенске и Коломне Московской области и цементном заводе Ферзикова в Калужской области в ночь 31 августа на 1 сентября. То есть, на самом деле, я думаю, что из-за яркости кадров мы еще упускаем большое количество успешных прилетов по другим объектам, но будем ждать некрологов, посмотрим, может быть, окажется, что на самом деле вот то, что мы видели, это лишь малая часть реального ущерба, который удалось нанести. Тем не менее, видим, что физически у Украины есть возможность наносить удары беспилотниками вглубь российской территории. Это, конечно, не так эффективно, как от АКМС-ами, невозможные удары от АКМС-ами, но, тем не менее, тоже весьма болезненно для российской стороны. Теперь перейдем к Курской области. Информации от украинской стороны довольно мало, разве что Дипстейт сообщает, что в СУ закончили зачистку по линии Малая Локня по Грибки. Однако стоит помнить, что Дипстейт это проект, который ориентируется на открытые данные, которых по Курской области почти нет. Поэтому те аналитики, которые делают какие-то выводы о том, что там происходит сейчас на основании исключительно Дипстейта, кажется мне, что несколько зря это делают. Мне вот, например, не стыдно сказать, что типа не знаю. Вот не знаю и все. Я знаю, что есть многие военные аналитики и комментаторы, которые не умеют говорить «не знаю», которым вот хочется по любому поводу какую-то теорию свою выдану, сказать, во что они верят, во что они не верят, заниматься черепикингом, выделяя только удобные для себя истории. Я стараюсь этого избегать. Не знаю, получается или нет, но вот по Курской области, честно скажу, понятия не имею, потому что уже несколько дней довольно мало информации со стороны украинских украинских военных пабликов, медиа и так далее. То есть там, по сути, лишь какие-то обрывки, поэтому, может быть, в Курской области все Украина хорошо, а может быть, все плохо, хрен его знает, данных нет. По российской стороне могу сказать, что Россия уже заманала меня, просто невозможно. Они показывают постоянно одни и те же кадры одних и тех же уничтоженной техники, рассказывая, что это новая уничтоженная техника. Это невыносимо абсолютно. Более того, есть еще такой Роман Алехин, это советник губернатора, точнее, в Рио губернатора Курской области, и он просто идиот какой. Ну, не идиот, он хочет играть пропагандиста. Я вам рассказывал, что это один из самых тупых Z-Z-ников, который почему-то ему кажется, что он владеет какими-то информационными технологиями, поэтому постоянно пытается играть в какие-то игры. Чудовищно изматывающие. Ну, например, я вам рассказывал про то, как он показал какой-то грузовик сверху и сказал, вот, смотрите, это украинские солдаты мародерят. И расписал там какой-то огромный пост про то, что вот, они мародерят пластиковые окна, потому что у них все бедно и т.д. и т.п. А там, ну, даже на фотке пластиковых окон нет, не говоря уже про то, что там нет украинских солдат, а нет украинской военной техники. Да ничего нет, там просто стоит газонакст, в который мусор какой-то накидан. Или не мусор, хрен его знает. Снятся с такой высоты, что непонятно. И вот сегодня он снова тоже перед записью сводки опять сделал пост, где говорят, нам, у нас, конечно, говорят, нет таких классных дронов, которые все снимаешь. И неправда, кстати. У России есть дроны с хорошей качеством картинки, и как бы мы их много видели. Ну вот, говорит, вот все-таки удалось заснять, как украинские военные берут мирного жителя и, значит, заставляют его входить в дома первым, чтобы проверять, нет ли там российских солдат. И там, ну, просто фотки, я не знаю, метров с четырехсот, где просто видны человечки на земле. С чего там вообще, что это мирный, немирный, что его куда-то посылают, не посылают, вообще ничего нет. Просто три какие-то рандомные фотки и все, на которых нихрена непонятно. И нам предлагается поверить, что это вот. Ну, хорошо, покажите хотя бы видео, покажите хотя бы в динамике, чтобы мы видели, что вот он куда-то заходит, а за ним солдаты. Да, чтобы вот, ну, хоть какое-то, не то чтобы подтверждение слов было, а чтобы хоть какое-то основание, какого-то основания, я не знаю, чтобы хотя бы задуматься над версией, которую предлагают Z-каналы. Вот, ну, это просто какая-то ахинея, я не могу, честно говоря, это утомляет очень. При том, что, ну, это пытается использоваться как пропаганда, и это, ну, надо по-хорошему-то опровергать, да? Но как-то и опровергнуть, что чего нет. Ну, то есть, типа, на фото ничего нет. Вот все мое опровержение, как бы. Ну, что поделать. Ладно, есть другие российские источники, которые все-таки дают какую-то информацию. Ну, вот, например, российские источники утверждают, что украинские силы проводили атаки около Коренева, к востоку от Коренева, около Матвеевки, к северо-востоку от Коренева, около Александровки, к северо-западу отсут же около Малой Локни и Погоребков, к северо-вотсут же около Камышевки и к северо-востоку отсут же около Нижней Паровой, Бахтинки и Нечаева. Об этом пишет Министерство обороны России. Интересно, что появилась наконец-то Нечаев и Нижняя Паровая. Это означает, что информация Зет Венкорова-Романова, скорее всего, подтверждается, что ВСУ удалось захватить эти два населенные пункта, которые были освобождены от ВСУ две недели назад, когда они еще не были заняты ВСУ. Ну, кто помнит, тот помнит, кто нет, смотрите сводки чаще. Нечаев и Нижняя Паровая – это просто уморительная абсолютно история, которая все никак не заканчивается. Короче говоря, бои идут, какие-то продвижения, судя по всему, есть, даже по Дипстейту, которые все, конечно, смотрят с опозданием и, конечно, с опорой все-таки на российские источники, потому что украинские мало чего публикуют. Зет-канал Рыбарь, в свою очередь, утверждает, что украинские силы незначительно продвинулись к западу от погребков, а геолоцированные кадры, опубликованные 1 сентября, указывают на то, что украинские силы недавно действовали в погребках. Я думаю, что именно из-за этих кадров, собственно, Дипстейт, где бы погребки и закрасил, как захваченные Украиной. Вот, то есть, понимаете, недостаточно просто ссылаться на каких-то аналитиков, важно понимать, как они работают. Дипстейт берет открытые данные и наносит их на карту. Все. Причем, как эти открытые данные? Открытые данные, чтобы нанести на карту, бывают двух видов. Первое, это когда, например, украинская армия показывает, что она находится там, ставит флаг или еще что-нибудь такое в центре какого-то населенного пункта или окраинах, и все. Тогда это закрашивается, говорит, все, вот они здесь стоят. Либо российская страна показывает удары по определенной части населенного пункта, что демонстрирует, что, значит, там есть враги. Если там есть враги, значит, за этим врагом мы закрашиваем. То же самое для определения на Покровском направлении, на любом другом используется. То есть, это очень ограниченный инструмент. Мы много чего с помощью него не можем видеть и много чего видим лишь после, а не в момент, когда это все происходит. Другой российский Z-блогер Анатолий Радов утверждает, что российским силам не удалось закрепиться в борках. Юго-восток от сужие, они продолжают ковать украинские позиции в населенном пункте. О внезапной проблеме в Курской области пишут сразу несколько Z-каналов. Один из них под именем Лыня написал. Хочу обратиться к жителям Белгородской и Курской областей по поводу отношения к присутствию военнослужащих в населенных пунктах. Солдатам не продают воду и продукты или не дают снимать жилье, объясняя это страхом прилетов. Вы контра, которая, прогнав своих солдат, скоро встретит чужих и нет никакой гарантии, что он оставит вас в живых. Надеюсь, когда вы прочитаете о количестве жертв среди мирного населения, убитых украинцами, вы прозреете и измените свое отношение к защитникам вашей родины, пишет он. Подтверждает это и Z-канал дядя Саша. Простите за такую публикацию вместо пожелания доброго утра, но с ужасом не первый раз слышу о том, что большая часть населения Курской и Белгородской области не то что не хочет кормить свою армию, этого и не требуется, а изгоняет военных из магазинов и домов. Вы знаете, грех так думать, но мне иногда хочется, чтобы вы хлебнули того, что хлебнул Донбасс, бывшая Украина, а теперь и жители Курской области. И знайте, если так будет продолжаться, Бог пропустит вам испытать на себе непреложный закон войны. Если народ не хочет кормить свою армию, он будет кормить чужую. Но кормление вы не отделаетесь, вас превратят в клеменный скот, если оставят жить. Вы делающие так, вы мрази, пацаны за вас гибнут, становятся калеками, а вы мрази, в сердцах пишет он. Тут надо сказать несколько вещей. Первое, что подтверждается, что российские военные используют российских гражданских как живой щит, располагаясь в их домах, магазинах и так далее. Второе, что жители Курской области безусловно правы, потому что основная опасность и угроза исходит от российских военных, которые используют их как живой щит. Поэтому да, конечно, мы не видим ни одного подтверждения того, что украинские военные хоть где-то прицельно убивали мирных граждан или гражданское население. Четвертую неделю российская сторона пытается хоть как-то это обосновать, хоть как-то что-то подтвердить. Но кроме истории про 13-летних девочек с прострелянными коленями и так далее, ничего не демонстрируется. А то, что демонстрируется, это, да, погибшие люди в гражданском, но совершенно без атрибуции, кто именно их убил. И вы поймете, почему я это постоянно повторял. Вот совсем скоро поймете, буквально через один пост, потому что там российский военкор буквально признается в том, что российские солдаты шмаляют по всему подряд. Но до этого с чего началось? Началось с Алёхина, тот самый Роман Алёхин, который ответил как раз военкору Хайрулину. Ну, извините за сложный лор, я вчера рассказывал, что Хайрулин на Первом канале рассказал, что в Курской области все есть, что российская армия доминирует, что у российской армии есть дроны, что украинская армия вообще воюет говном и палками и так далее. И, в общем, он получил изрядную порцию хейта от всех, но Роман Алёхин ответил ему не то чтобы жестко, не то чтобы грубо, но как бы максимально предметно. Хайрулиным и прочим военкорам, которые приезжают в Курск по заказу на позитив, хочу объяснить, что вы ставите под угрозу жизни людей. После ваших успокоительных речей люди начинают возвращаться домой, в Рыльск, Коренево и другие населенные пункты, а властям возникает много вопросов, например, почему не эвакуируют из Суджи, если по-первыху говорят, что все хорошо. Вы засветились якобы с ЛБС, хотя чаще из гаражей курских, а это все разгребать после приходятся другие. Но самое печальное, что и на обоснованную критику реагировать не умеют. Тот же Хайрулин начал доказывать свою честность нам после критики, хотя даже в самом ролике, говоря о колоссальном превосходстве в дронах 810-й бригады, почему-то использовал видосы с поражениями группы FPV подразделения АИДа. Но главное, если так все хорошо, то почему вчера к ночи были бои с ДРГ на трассе Льгов-Курчатов? Если у нас колоссальное превосходство во всем, то почему противник давит на многих участках и продвигается, в том числе пытаясь отрезать пути логистики для нескольких районов? Уважаемые земляки, ситуация остается сложной, пока нет того самого перелома, который мы все ждем. Будьте осторожны, если есть возможность, не возвращайтесь в населенные пункты, которые подвергаются обстрелам. Не скажу, что Льгов в серьезной опасности, хотя видите, как может развиваться ситуация, но в Рыск пока точно не стоит возвращаться, не говоря уже о населенных пунктах, более близких к линии боевого соприкосновения. И здесь, помимо очевидного признания, что ситуация, мягко скажем, совсем не так радужна, как ее описывают на Первом канале, есть еще интересная история. История как раз про этот прорыв. Значит, к Льгову и на трассу Льгов-Курчатов пытались прорваться несколько ДРГ противника, пишет телеграм-канал, за телеграм-канал ПР1. В настоящее время наши военные контролируют ситуацию, прорыв города на трассу не допущен, подробности от официалов интригует он. Но никаких подробностей не появилось, ни от ЛПР1, ни от официалов, ни от кого-либо еще. Но при этом военкор Роман Сопаньков написал вот такой пост. И поскольку речь не идет о стрельбе по своим же военным, я предполагаю, что речь здесь о стрельбе по гражданским, по машинам. И я вам много раз говорил, что что-то похожее было в начале наступления украинских военных Курской области, когда везде всем мерещилось ДРГ российским солдатам. Они открывали огонь по всему подряд, когда в чатах распространялась информация о том, что якобы украинские военные взяли машины скорой помощи и едут в Курск и так далее. И я думаю, что, к сожалению, многие из тех, кто погиб в тот момент гражданских, были застрелены российскими солдатами, которые в панике ждали какую-нибудь ДРГ. Как минимум мы видим, что такая практика, к сожалению, существует. Но вот в этот раз никто не погиб, и хорошо. Но да, накручивание этой паники, безусловно, особенно учитывая, что за войска там, это сборная солянка, без связи, без нормального командования с российской стороны, это, конечно, будет приводить к таким последствиям. Тем более, что российские солдаты, в принципе, не очень ценят жизнь людей, свою и чужую. А в Курской области еще и продемонстрировали все свои навыки мародеря там местные магазины. В общем, по Курской области, я думаю, стоит ждать новостей на этой неделе. Этот фронт, безусловно, не остыл. Украина продолжает попытки прорыва на нескольких направлениях. Не очень понятно, что происходит с Кореневой, честно вам скажу. Вообще не вижу по Кореневой информации. Дипстейт его частично закрашивает уже в российские цвета. Я думаю, что это связано с видео, которое публиковало 225-е. И это немножко странно, потому что 225-е описывало там бои как то, что россияне зашли на контратаку малой группой, но все было уничтожено. Как там в реальности и так далее. Хрен его знает. Но будем надеяться, что УСУ получится в ближайшее время прорвать российскую оборону. И, в общем, есть перспектива еще у Курской обороны. Ну, как есть перспектива? Знаете, блин, короче, у меня немножко бомбит. Давайте без имен. Некоторые издания и отдельные военные аналитики начинают говорить. Ну, вот смотрите, за последнюю неделю в Курске они вообще не продвинулись. Алло, ребята! Ничего, что там 1300 квадратных километров захвачено. Ну, то есть это больше, чем Россия за год захватила. Ну, типа, да, они не продвинулись за прошедшую неделю. Окей. И что, ну, то есть как бы это как-то отменило захваченную контролируемую территорию. Они на прошлой неделе продолжали устажать понтоны в Глушковском районе и сомкнули сухопутный коридор там. И тем самым обеспечили себе в дальнейшем захват еще 700 квадратных километров. Алло, ну, опять же, я стараюсь быть корректным. Понимаете, вы либо мыслите квадратными километрами и населенными пунктами, либо истощением войск. Если вы мыслите квадратными километрами и населенными пунктами, то за август Украина захватила гораздо больше территории, чем Россия. Гораздо. Вообще несравнимо. Больше населенных пунктов, больше территорий и так далее. Некоторые любят сравнивать по довоенному населению захваченные населенные пункты, но это довольно дебильное как будто сравнение. Потому что понятно, что в той же Новогродовке не жило столько, сколько было до полномасштабного вторжения российского. Поэтому с точки зрения километров квадратных и количества населенных пунктов Украина захватила гораздо больше. Поэтому с точки зрения прямого сравнения Украина была успешнее в августе. Вот опять же, пусть не выглядит как шапка закидальства. В покровском направлении полная жопа. Сейчас мы к нему перейдем. Но как бы вот чисто на табло счет, если вы сравниваете по квадратным километрам. Если вы сравниваете не по квадратным километрам и продолжаете настаивать, что населенные пункты и захват территории не главное. Потому что есть военные аналитики, которые во время битвы за Бахмут говорили, а нафига за этот Бахмут держится? Километры ничего не имеют никакого значения. Нужно уходить из Бахмута. И эти же аналитики сейчас говорят, смотрите, Украина уходит из населенных пунктов на Покровском направлении вместо того, чтобы стоять там насмерть. Ну вы уж определитесь, что на ваш взгляд более подходящая стратегия. Но вот если мы не говорим про квадратные километры, то опять же, с точки зрения перемалывания российских солдат, конечно, Украина в августе выглядела лучше. Ну то есть, во-первых, это 600 солдат, захваченных просто в плен в Курской области. Во-вторых, это уничтожение нескольких колонн, как минимум двух в Курской области, где речь идет о сотнях российских военных. В-третьих, это Покровское направление, где в наступлении Россия безусловно теряет больше войск, чем Украина. Ну и так далее. Да, тут можно поговорить про стратегические цели, про город Покровск и так далее. Но извините меня, Россия пока не дошла до Покровска еще. Хватит его сдавать, пока до него еще даже не дошли. Короче, извините, немножко эмоциональная реакция, просто, ну, мне кажется, это странно. То есть, я не то чтобы защищаю решения украинского руководства. Более того, на Покровском направлении очень много плохих решений, о чем мы с вами неоднократно говорили, плохих командиров. И сейчас мы вот как раз, когда на Покровской перейдем, там будет еще одно какое-то очень странное решение от украинского командования. Но, как бы, ну не надо рвать на себе и на других волосы. Ну, то есть, у меня ощущение, что часть военных аналитиков, увидев Курскую операцию, которую они не смогли не только представить, да, большая часть этих военных аналитиков, говорила, что, в принципе, в 2024-м не может быть у Украины никакого успешного наступления и так далее. Они, увидев, что это случилось, не поняв, что, как бы, они вот этого не увидели, они как-то очень сильно расстроились по поводу собственных анализов и начали пытаться найти этому оправдание в том, что все это там ужасная операция, все это плохо и так далее и тому подобное. Хотя, опять же, огромное количество спикеров украинских и украинских военных говорит, что на Покровском направлении дело вообще не в Курской операции, а совершенно в другом. Но неважно, суть заключается в том, что в Курской области пока ничего не закончено, Курская область с точки зрения захваченных территорий и, судя по всему, нанесенных потерь российской армии пока остается успешной операцией. Есть ли потенциальные опасности в будущем? Безусловно, есть потенциальные опасности в будущем. Как эту территорию удерживать? Чем удерживать? Как там построить оборону и ФС и так далее? Это все есть, это все на столе, это все угрозы. Но на данный момент говорить о том, что, ну вот, смотрите, они же, не знаю, не захватили Курск, ну, я не знаю, это странная как будто история. То есть в Z-пабликах я готов это читать, а как бы у серьезных людей как бы у меня это вызывает кучу вопросов. Но перед тем, как мы к Покровскому направлению перейдем окончательно, давайте немножко на подступах к нему поговорим про Углидар. Потому что, как я вам рассказывал, под Углидаром тоже есть активизация, и российские военные показывают кадры обстрелов Углидара. Вот как это выглядит. Украинские военные под ником офицер пишут, с утра снова пытаются переть на Углидарском направлении. Активные штурмовые действия врага в направлении Константиновки и Екатериновки, пишет он. Станислав Бунятов, украинский военный, также пишет. Очень сильный механизированный штурм в направлении Причистовки, Углидарское направление. Похоже, вся техника, которую они берегли в это время, сейчас брошена на направление Курахова-Углидар. И, собственно, у российских военных в связи с этим появляются какие-то надежды на то, что Углидар будет захвачен. Хотя пока это ничего не предвещает. И вот воеводовещает делиться. Знаете, как у российских военных из этого каналов как? Они постфактум подтверждают все то, что... Ну, я хотел сказать, я говорил, но мы говорили в широком смысле, те, кто следят за войной. И вот воеводовещает делиться. Вызыводка наших штурмовиков на одной из шахт около Углидара делится он видеороликом. Просто молитесь за них, пишет он. Это самое страшное направление на все СВО. «Ровень ему, наверное, только урожайная. Там крови в земле уже столько, что легче называть это «Земля в крови». Я участвовал в трех крупных попытках взять Углидар. Это истинно проклятое место. Повторюсь, после войны не надо его восстанавливать. Распахать, поставить остов одного из наших танков, чтобы помнили по тонке, чего это нам стоило. Стеллу для написания фамилии не надо. Не надо, ибо она получится просто безумно огромной. Это был ад даже с воздуха. Теперь я понял, что описывалось в книгах Великой Отечественной словами «Горизонт горит». Я, правда, не знаю, почему вы его отвечаете, считаете, что Россия в какой-то момент будет контролировать эту территорию. Как восстанавливать Углидар, не восстанавливать, какие стеллы там ставить, решит Украина, которой этот город и принадлежит. Но, собственно, факт фиксируем, что в Углидаре тоже довольно активно идут штурмы той группировки, которая там стояла. Пока нельзя сказать, что успешно. Но посмотрим, будет ли там какие-то продвижения. И теперь покровское направление. Российские военные недавно продвинулись в направлении Покровска на фоне продолжающих наступательных операций в этом районе 1 сентября. Килоцированные кадры, опубликованные 1 сентября, указывают на то, что российские войска продвинулись к западу от Михайловки и в пределах центральной Долиновки, оба к юго-востоку от Покровска. Суд изучения войны оценивает, что российские войска, вероятно, захватили населенные пункты. Институт изучения войны не наблюдал подтверждения того, что российские войска действуют в Селидово к юго-востоку от Покровска, несмотря на многочисленные заявления России за последние несколько дней о том, что российские войска продвинулись в пределах населенного пункта. Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили птичьи к юго-востоку от Покровска по состоянию на 1 сентября, хотя Институт изучения войны оценил, что российские военные захватили населенный пункт по состоянию на 22 августа. И тут я тоже обратил на это внимание, потому что если вы на карту посмотрите, птичье, оно как бы уже, ну, оно уже в глубине российского прохода, поэтому складывается ощущение, что потеряв несколько темп наступлений, Россия пытается компенсировать это, фиксируя свои предыдущие, что называется, завоевания. Это довольно интересно, мы видели эту тактику, которая обнадеживающая с точки зрения перспектив России по дальнейшему продвижению, что они сильно замедлятся. Российские зэдблогеры утверждали, что российские войска продвинулись к югу от Долиновки и достигли желанного первого, к юго-востоку от Покровска, хотя Институт изучения войны не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений. Бои продолжались к западу от Покровска в районе Гродовки, Воздвиженки, Зеленого поля и Калинова, а также к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Мариновки, Михайловки, Красного Яра, Селидова и Карловки. И вот как раз на Карловке хочется немножко остановиться, потому что Дипстейт опубликовал странные выводы по итогу боев в Карловке. Вот что они пишут, странные выводы, в смысле выводы от странностей, которые там были, сами-то выводы Дипстейта не странные. Так вот что они пишут. Командование ОТУ Донецк сделало виновными за потерю села, бойцов и комбата 11-й ОМПБ 59-й бригады. К нам обратились солдаты-офицеры 11-го мотопехотного батальона с жалобой обвиняемых в потере Карловки, а командира увольняют. Подразделение не смогло выставить, ведь враг зашел в тыл, окружая целый батальон. В то же время публично хвалят комбрига бригады. Из трех цифр своими действиями за 36 часов в своей полосе потерял прогресс и за три дня Новогродовку. Это некий сюрреализм, пишет Дипстейт. Командир батальона принимал подразделение в разбитом состоянии, но за счет правильных подходов сумел быстро наладить работу пехоты и других служб. 11-й начал набирать сил. 13-го июня БАД переместили на Карловку. Природные рубежи и слаженная работа позволили сдерживать врага в Нитайлово и не пускать в Карловку. В то же время участок нельзя было назвать спокойным. 150-200 проходов минной арты, 100-120 сбросов и 10-30 ФФПВ ударов за сутки. 22-го августа начался массированный штурм во фронте подразделения силами 250 человек, трех ВВТ и четыре лава. С этого дня среднесуточное количество приходов арты и мин уже было от 200 до 500, до 200 сбросов и 30-50 ударов ФФПВ. Того же 22-го августа вся Карловка перешла под полный огневой контроль врага. Из-за риска окружения 24-го августа тяжелая артиллерия ВСУ отошла. С 22-го по 26-го августа, имея немалые потери, батальон еще смог отразиться. Но уже 26-го, 28-го августа из-за падения обороны у Калинова, Птичьего и Мемрика противник зашел в тыл с западной стороны Карловки. Кроме того, враг вошел в Голицыновку. 24-го августа уже практически невозможно было проводить эвакуацию раненых. БК был на минимуме провизии, уже не хватало. Выдача снарядов была в рационе 10-30 единиц в сутки. 26-го августа образуется Карловский мешок. Возле Голицыновки враг занял часть окопов, которые вообще никто не оборонял, потому что не хватало людей. Из-за всех этих событий 11-е ОМПБ понес тяжелые потери в количестве, ну там скрытая цифра, человек. Принято решение об уходе из мешка остатков батальона на рубеж южнее Карловки. Собственно, оно и стало решающим в поиске виновных. 10-е ОМПБ, которых в окрестностях Невельского в похожей ситуации, ведь россияне уже в их тылу на 10-12 километров. В штурме оцепления Карловки участвовало по меньшей мере тысяча человек противника. Из состава 1-й и 3-й МСБ, 114-й ОМСБР, 14-54 МСП, 60-й ОМСБ, ШЗ «Смерч» и МСБ 110-й ОМСБР. В данной ситуации руководству МОТУ принято решение об отстранении командира 11-го ОМПБ от должности и попытки повесить сдачу НП Карловка. Такое решение деморализует весь личный состав и дезорганизует его. На нашем канале очень часто появлялась работа данного БАТУ, ведь она всегда была заинтересована в уничтожении врага. Пишет Deep State, еще раз указывая на проблемы по решениям на этом направлении. То есть ключевые проблемы на Покровском направлении связаны не столько с недостатком личного состава, который, безусловно, есть, это сложно отрицать, но с принятием решения. Черетинский прорыв случился задолго до Курской операции. Прорыв в прогрейсе случился задолго до Курской операции. Не буду лукавить, что, наверное, резервы, которые использовались в Курской операции, могли бы быть использованы на Покровском направлении. Однако здесь мы уже переходим на другой уровень. Насколько эти резервы помогли бы в условиях такого командования? И насколько бы, с точки зрения большой картины, это бы имело смысл, если сравнивать это с захватом Курской области? Но сюда я лезть не буду, узнаем об этом позже. Но в любом случае, первым делом, необходимо решить эти проблемы. Что касается перспектив. Ну, то есть, очевидно, по всем источникам мы видим, что российское продвижение замедляется. Это ситуативно, или это надолго, или это навсегда, мы узнаем совсем скоро. Однако это замедление соответствует тому, о чем раньше писал Константин Машавец, как вы помните, если вы слушали его внимательно. Он довольно объемно пишет и любит перечислять все бригады, но я всегда читаю его анализы, всегда стараюсь передавать его вам, когда у него появляются какие-то длинные тексты. Потому что, если через них продраться, то там действительно хороший анализ, который по итогу выглядит как то, что мы примерно на выходе имеем. Вот, поэтому я как бы всех призываю вас и самих подписываться на его телеграм-канал «Звездец Мангусту». Он называется «Это аллюзия к названию операции, с которой началась полномасштабная война. Прыжок Мангусту» она называлась, как вы помните. Неофициальное название было в видеофайле то ли пасечника, то ли этого второго Бибы и Бобы найдено. Вот, и, собственно, «Звездец Мангусту» это отсылка к этому, насколько я понимаю. Ну вот, что он пишет, короче, по Покровскому направлению, буквально свежий его пост. Покровское направление, немного стратегических размышлений. Итак, командование группировки войск в центр противника продолжает прилагать значительные усилия, чтобы реализовать свой замысел по вытеснению передовых подразделений ВСУ из плацдарма восточной реки Волчья на участке от Голицыновки до района севернее Красногоровки. В соответствии с этим планом, в течение нескольких крайних суток противник силами передовых подразделений 90-танковой дивизии, а также, очевидно, перегруппированные на этом направлении 9-й отдельной мотострелковой бригады, настойчиво отковал, штурмовал позиции ВСУ по направлению Мемри, Колесовка, а также Калинова-Голицыновка, пытаясь обойти с запада, отрезать наше подразделение, которое оборонялись в районе села Карловка. В результате, очевидно, передовые подразделения ВСУ и вынуждены были отойти как с самой Карловки, так и покинуть район восточной нее. Кроме того, противнику, очевидно, удалось занять, по крайней мере, северную часть села Голицыновка, что, собственно, и побудило ВСУ отойти из Карловки. В то же время, севернее по направлению города Селидово, очевидно, противнику пока не удается вытеснить передовые подразделения ВСУ из района села Мариновка. Несмотря на упорные его атаки силами 27-й мотострелковой дивизии и 114 МСБР с севера со стороны Новогродовки, а также со стороны села Михайловка. Удержание ВСУ села Мариновка начинает уже существенно мешать противнику атаковать непосредственно в сторону города Селидово, а также расширить свое вклинение в районе Новогродовки, собственно, на Покровском направлении на юг. Очевидно, в ближайшее время противник будет вынужден еще больше сузить по фронту участок своего наступления, выбрав что-то одно — либо наступление на город Селидово, либо продолжение охватывающего движения своих передовых подразделений по отношению к плацдарму ВСУ на реке Волча, расположенном восточнее его на участке от Голицыновки, к северной окраине Красногоровки. Кстати, судя по всему, как я и писал ранее, в прошлых обзорах в ближайшее время следует ожидать оживления и передовых подразделений 110 МСБР 1-го армейского корпуса группировки войск Юг, противника в районе Красногоровки. Скорее всего, ее подразделения попытаются преодолеть реку Лозовая в северо-западном направлении в сторону поселков Желанное 1-го и 2-го. Также не исключено, что 5-й МСБР противника в рамках общего замысла также осуществит акцентированную попытку еще больше занести южный фланг путем прорыва из Красногоровки в западном направлении в сторону Александрополя и Кураховки. Это было бы вполне логично. То есть на данный момент имеем четко выраженную попытку российского командования сразу двух группировок войск ГВ, Центр и Юг реализовать на своем общем смежном фланге план по вытеснению украинских войск западной реки Волчья под угрозой их окружения восточнее рубежа. Какое это отношение имеет к Покровскому направлению? Сдается вопрос Мушавец. Самое прямое, отвечает он же. Я уже писал, пока украинские войска находятся, условно говоря, восточнее рубежа Украинского острова, а также контролируют район города Селидова, продолжение российского наступления непосредственно Покровск будет связано для российских войск с определенным риском. На данный момент, очевидно, российское командование, осознавая тактическую особенность ситуации, на этом направлении стремится снять все возможные фланговые риски с юга для своей группировки, которая, собственно, и нацелена на Покровск. В этом контексте следует обратить внимание на следующее, заключает он. Очевидно, противник уже не может одно время продвигаться с более-менее высокими темпами, как непосредственно на Покровском направлении, так и в сторону Селидова, и еще вытеснить украинские войска южнее общей дирекции на Покровск. В течение нескольких крайних суток, как раз в период активизации противника в сторону Селидовой по направлению на Голицыновку, его продвижение непосредственно по Покровскому направлению ограничилось расширением зоны контроля в селе Новогродовка на несколько сот метров и продвижением со стороны села Веселье в село Гродовка на 250 метров. Хотя при этом он постоянно пытается атаковать силами 27 МСД, 15 и 30 МСБР и частью сил 114 МСБР по направлению. Хутор Сверидоновка-Новоторецкая, в юго-восточной части сели Гродовка со стороны села Веселье, Журавка-Красный Яр, Новогродовка-Сухой Яр и от Новогродовки прямо на запад в сторону дороги Е-50. На данный момент у меня нет информации о том, что передовым подразделениям второй ОВА противника на этом направлении удалось хоть в каком-то месте прорваться за барьерный рубеж по городу Журавка и Казенный Торец, пожалуй, за исключением района шахты Новогродовская-1 вблизи железной дороги Покровск-Авдеевка. Очевидно, украинское командование таки стремится воспользоваться тем же шансом, о котором я упоминал ранее в своих обзорах, о возможности вытермозить наступление противника непосредственно на Покровском направлении. Ну, было бы чуть странным, если бы оно этого не делало по этому естественному рубежу. Причем стоит подчеркнуть, что время, очевидно, явно играет не за россиян. Чем дольше и дольше они будут отвлекаться на фланговое обеспечение своей Покровской группировки, в том числе стремясь быстро захватить город Селидово, тем больше будет расти этот шанс в СУ. Но прямо сейчас плюнуть на фланги и стремглав броситься на штурм Покровск они тоже не могут. Без обеспечения флангов это будет чистой водой авантюра. То есть, очевидно, эта дилемка пару недель назад в реальности пристала перед российским командованием во весь свой рост, и она в этой ситуации решила действовать по учебнику. Сначала обеспечим угрожающий фланг, а потом уже снова переключаемся, собственно, на Покровск. Насколько я понял, расчет россиян базируется на том, что ничего стоящего по обороне непосредственно на Покровском направлении в СУ оборудовать за то время, пока они решают проблему Селидова и флангов, не успеют. Для гарантии этого они пытаются сейчас продолжать интенсивные атаки, собственно, на Покровском направлении, в том же составе своих сил и средств, которые до этого здесь был уже задействован, чтобы просто не дать возможности ВСУ закрепиться на вышеуказанном естественном рубеже, отправив, перегруппировав дополнительные силы и средства ГВ-центр на решение именно фланговых проблем. Ну, вполне понятно и логическое решение, пишет Машавец. Проблема заключается только в том, что даже если противнику удастся вытеснить наши войска из-под Дарма на реке Волчья, как-то вклиниться в город Селидово, то ему все равно для штурма Покровска потребуются дополнительные силы и средства, причем далеко не в малом объеме. И тут мы возвращаемся к той же общей стратегической ситуации, а заодно к вопросу нужно-не нужна была украинская офензива в Курской губернии. В частности, в ключевой сфере, сфере наличия отсутствия противника стратегических резервов, а также к их реальному состоянию в отношении сферы их боевых и оперативных способностей. Если в русском ГШ подразумевали на лето-осень 2024 года войска именно ГВ «Север», читай войска Ленво, то у меня для Кремля плохие новости. А по многим признакам это так и есть. То есть каких-то других стратегических резервов, чем войска Ленво, одна общевойсковая армия плюс три армейских корпуса, как-то сейчас не просматривается. Иначе харьковская авантюра с санитарной зоной в том виде, в каком она находится ныне, просто не состоялась бы. Для большего понимания того, что я имею в виду, рекомендую российским генералям и полковникам перечитать воспоминания мемуары генерала Мудериана, желательно в полной версии, а не высеченной советской пропагандой, в той части, которая относится к периоду наступления группы армий «Центр» «Вермахта», как интересно военно-историческое и красноречивое совпадение на Москву. Основные принципы вождения войск, как тогдашние, так и нынешние, конечно, с поправкой на современный технологический уклад, в этом смысле очень похожи в своей результативной части. Еще раз повторюсь, неуважаемые российские полководцы, когда вам ваше политическое руководство, на ошибочную, маловероятную относительно шансов на успех задачу стратегического масштаба, без учета при этом целого сонма далеко не маловажных факторов стратегического же масштаба, вам бы совсем не помешало при этом задать этому самому руководству целый ряд местных вопросов, среди которых главный должен был быть ты шо, ебанутый. К счастью, этого вы вопросы задать не можете, пишет Машавец. И что он имеет в виду, прям своими словами очень коротко, что Покровск это большой город, который захватить довольно сложно, поэтому для его захвата в любом случае нужны будут резервы. Что касается резервов, как я вам неоднократно говорил, в войне на истощение не очень важно на каком именно участке вы эти резервы врага сжигаете. Поэтому в Курской области сейчас сжигаются российские резервы с Харьковской области, ну вот с их атаки на Харьковскую область, ГВ Север. И судя по всему, именно они предполагались для того, чтобы в случае чего это были бы теми резервами штурма, собственно, Покровска. Потому что непосредственно в Донецкой области мы дополнительных резервов не видим. Почему еще мы их можем судить, что мы их не видим? Потому что в момент прорыва, пролома украинской обороны в этот момент резервы должны идти, это как раз резервы прорыва, и прорываться, собственно, выходить на оперативный простор. А Россия, она типа прорывает украинскую оборону и стоит, и типа идет дальше следующий город штурмовать. То есть нет никаких сил прорыва, как это было в Курской области. Возможно, это некоторое сглаживание ситуации на Покровском направлении. Возможно, не спорю. И пытаюсь это учитывать, пытаюсь как бы рассмотреть со всех сторон, но вот как не смотрю, с кем не обсуждаю, по-другому не получается. Ну, то есть я не понимаю, чем они собираются брать Покровск. Я не понимаю даже, как они, ну, собираются до туда дойти, не растеряв все свои резервы. И я думаю, что в обозримом будущем, прям совсем близко, мы увидим, какие в итоге представления о происходящем будут ближе к реальности. Потому что, я думаю, до конца сентября мы увидим, будет ли наступление России на Покровском направлении, достигнет ли оно каких-то результатов, выйдут ли они к Покровску, начнут ли они хотя бы его штурмовать или нет. Или российская армия будет остановлена, а, собственно, в Курской области так и останется территория под контролем ВСУ. Я думаю, вот эту точку надо как-то забиндить, потому что она будет ответом на вопрос, кто был ближе к истине. Это не так важно с точки зрения, там, не знаю, измерения, кто правее, как с точки зрения нужно ли поддаваться панике каждый раз, когда к этому призывают вот какие-то спикеры. Поэтому я предлагаю публичную точку такую, что вот конец сентября будет ли на тот момент начать штурм Покровской или нет. Если будет начать штурм Покровской, если в итоге Украине придется увезти свои войска из Курской области, то да, те, кто говорят сейчас, что эта операция в Курской области была ошибкой, те, кто говорят, что она там отвлекла украинские резервы, те, кто говорят, что именно она стала причиной продвижения России на Покровском направлении, а не что-либо другое, я считаю наоборот, тогда они будут правы. Если до конца сентября этого не произойдет, если до конца сентября не будет штурма Покровская, если до конца сентября не выйдет Украина из Курской области, тогда будем считать, что, наверное, это было слишком панически и не совсем соответствовало действительности. Я вот такую рамку вам предлагаю, пишите предложение по вашей рамке в комментариях. Впрочем, как всегда, подчеркиваю, что не надо гадать, как будет в будущем, это не настолько важно, важно делать все возможное, чтобы будущее наступило именно в том виде, в котором вы считаете его правильным. Теперь давайте к обстрелам. Собственно, вчера был обстрел Харькова, около 10 ударов по улицам города посреди дня, прилеты в трех локациях, это дворец спорта, торговый центр и гидропарк. Предварительно 44 человека ранены, среди них пятеро детей. Вот момент прилета по парковке торгового центра. Российские паблики ссылаются, что в этом торговом центре были украинские военные, они ссылаются на местную жительницу, которая несколько недель назад жаловалась на то, что в торговом центре расположилась третья штурмовая бригада. Она записала видео. Однако, даже если это и было так, это вовсе не значит, что на момент прилета бригада все еще была там. Более того, предположу, что ее там как раз точно не было, так как после того, как публично были сообщены буквально координаты, военные, скорее всего, ушли. Однако, знаете, что идет война? Что если вы говорите, что где-то находятся военные, туда через какое-то время может прилететь Искандер, даже независимо от того, будут там военные или нет. То есть Россия бьет этими Искандерами, в том числе, или кинжалами, любыми другими ракетами, для того, чтобы отчитываться начальству в первую очередь. И поэтому они приносят начальству, вот смотрите, там говорили, что есть украинские военные, а вот мы туда бомбу приземлили. Молодцы, представлены к награде. Поэтому вы лишитесь не только там на какое-то время, да, там свое имущество или собственности, а вообще на совсем. И надо понимать, что идет война, вот как видите, российские, из этого инкора тоже жалуются, что вот выгоняют российских солдат с тех или иных мест. Но у России есть выбор. Россия эту войну может закончить в любой момент, сказав просто все, мы сворачиваем свои войска и уходим из Украины. Украина это сделать не может, потому что если Украина перестанет воевать, она просто будет уничтожена Россией. Поэтому, если вы житель Украины, и вы видите, что там, не знаю, военные занимают какой-нибудь объект, ну, пытайтесь это решить как-то. Я знаю такие истории некоторые, и скажем так, я знаю, что их удавалось решить без вывода это в публичную плоскость. Скажу я, наверное, что называется мягко, вот, подробности давать не буду. В любом случае, нужно понимать, что идет война, поэтому для военных целей много чего может использоваться, но ни в коем случае нельзя давать врагу, наводить врага на какие-то объекты, тем более, учитывая, что, чего вы хотите добиться? Вы хотите добиться, чтобы их убило, а ваш объект разворотило? Ну, странное целеполагание, и уж тем более, потом явно будут какие-то последствия, потому что законом в Украине запрещено сообщать дислокацию тех или иных военных объектов и так далее. Так что старайтесь осознавать возможные последствия ваших действий, даже если в моменте несете некоторые убытки или вам кажется все несправедливым. Но опять же, повторюсь, что мне кажется, на момент прилета никаких военных там не было, на видео и фото разрушений не видно военных или военного транспорта, но посмотрим, появится ли некрология или нет. Что касается Дворца Спорта, то информации, что там кто-то базировался, нет вообще. Фото изнутри разрушенного Дворца Спорта в Харькове публикуют Суспельные, на них нет никаких признаков присутствия там военных. Естественно, как я и говорил, после каждого обстрела Харькова идет обстрел Белгорода, был ответный обстрел, подмассированный обстрел попал Белгород, повреждены более 20 квартир, в 14 домах пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Ночью был масштабный обстрел в территорию Украины, в СРФ нанесли ракетный удар по Центру социально-психологической реабилитации детей в Сумах. Здание находится среди жилого микрорайона, города сообщает ОВА, информация о пострадавших уточняется. А утром был вновь обстрелен Белгород. Гладков заявил, что в связи с обстрелами школы и детсады будут закрыты на неделю. Недоброе утро у нас очередной в Белгородской области, очередной обстрел города Белгорода, долетели ракеты, разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования, два детских сада, одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы около непосредственной близости, большое количество повреждений. Поэтому в таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. В этом решении принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода будут работать только в дистанционном формате. Я, правда, не до конца понимаю, что именно за неделю Голодков собирается сделать. Ну, то есть, если через неделю по его информации Россия выйдет с территории Украины, то да, это имеет смысл. Если нет, то непонятно. Ну, в общем, довольно простая математика здесь. Если Россия бьет по украинским городам, в ответ будут удары по российским городам. И прекратить эти удары у России нет возможности. В смысле, перехватить их как-то все и так далее. Есть лишь одна возможность не бить по украинским городам. Все. Поэтому вот крики и требования должны быть направлены к российскому руководству. Я же не говорю про то, что в принципе вывести войска с территории Украины и перестать вести захватническую агрессивную оккупационную войну. Но, значит, в любом случае перестать как минимум стрелять по мирным городам, убивать гражданских и так далее, потому что ответки будут прилетать. И я говорю, с начала этого года я увидел, что это решение принято. Вот. Поэтому оно будет воплощаться. Ну, что касается других новостей из громких, это Армения заморозила свое участие в ДКБ на всех уровнях. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе пресс-конференции. Республика Армения заморозила свое участие в ДКБ на всех уровнях. Мы считаем это решение достаточным на этом этапе, заявил глава правительства. Пашинян подчеркнул, что это дискуссионный вопрос, он уважает все точки зрения, однако решение уже принято. Ну, еще одна громкая тема это потери F-16. Как вы помните, были различные споры. Марьяна Безугла писала, что это Патриот его поразил. Собственно же, американские чиновники считают маловероятным, что украинский истребитель F-16 во время массированной атаки 26 августа был сбит дружеским огнем из зенитно-ракетного комплекса Патриот. Об этом сообщает газета Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на анонимные источники среди официальных лиц США. Два высокопоставленных военных чиновника США сказали Нью-Йорк Таймс, что дружеский огонь вероятно не был причиной сбития F-16. По их словам, американские и украинские исследователи рассматривают разные версии, в том числе механическая неисправность или ошибка пилота. Ну, а на этом на сегодня все и до скорых встреч. С вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok